Мастер-класс по гончарному ремеслу. Открытие года театра в Славянском районе, 15-летие хореографической студии «Млечный путь». Об этом и многом другом мы расскажем в нашей рубрике «Телетайп новостей». Эй, честная, это пора! Улыбаться всем пора! Играйте, пойте в нашем зале! Для этого сюда и подзвали! В городском доме культуры в рамках проведения акции, приуроченной к году театра в России, проведено театрализованное представление для детей в поисках «Снегурочки», подготовленное воспитанниками Динской школы искусств имени Григория Пономаренко. Торжественно открыло мероприятие начальник управления культуры Галина Черноусова, которое подчеркнуло значимость развития театра в Славянском районе. За большой вклад в развитие театрального искусства в нашем районе благодарственными письмами Управления культуры были награждены директор Городского дома культуры Кристина Нефедова и преподаватель театрального отделения Детской школы искусств Надежда Середенко. Нет права на ошибку и всего 60 секунд на размышления. В городском доме культуры прошел зимний кубок главы района по игре «Что, где, когда». В игре приняли участие студенты и работающая молодежь. Всего в интеллектуальном состязании боролись за право назваться лучшей пять команд. Участникам предстояло ответить на 36 вопросов. Больше всего правильных ответов дала сборная команда работающей молодежи, те, кто. Они и стали победителями. Им вручили кубок главы района. Следующая игра знатоков состоится в январе. В картинной галерее для школьников города был проведен мастер-класс по изготовлению глиняных игрушек. Провел его гончар руководитель гончарной мастерской Антон Курлянчиков. Он рассказал об истории гончарного ремесла в сферах применения изделий из керамики. Мы, конечно, познакомимся с вами с другой стороной глины, с художественной. Это традиционной игрушкой дымковской, первошадка или индюк. Для начала надо глину нам хорошо перемять и подготовить. После того, как глина была подготовлена, ребята под руководством опытного наставника начали изготавливать игрушки. В результате мастер-класса у них получились вот такие замечательные лошадки. Хореографическая студия «Млечный путь» Анастасиевского сельского поселения отметила 15-летие со дня своего создания. В честь праздника юные танцоры, занимающиеся в студии, вместе со своим бессменным наставником и идейным вдохновителем Оксаной Куксой подготовили юбилейный концерт, на котором перед родителями и гостями праздника продемонстрировали все свои самые лучшие номера. Юных танцоров, а также их наставника и родителей с такой значимой датой поздравил глава поселения Александр Семко. Он пожелал ребятам творческих успехов и подарил сертификат на 20 тысяч рублей на приобретение костюмов для новых номеров. С 16 по 18 декабря педагог отделения развития творчества «Жар-птица» Центра дополнительного образования Анна Христофорова представляла Краснодарский край на всероссийском конкурсе педагогов дополнительного образования «Сердце даю детям-2018». Она вошла в десятку лучших педагогов России в номинации «Социально-педагогическая». Из 27 участников заочного этапа были отобраны 10 лучших, которых пригласили для очного участия в конкурсе. Конкурсанты представляли свои презентации, проводили открытые занятия, выступали на импровизированном конкурсе и писали эссе. К сожалению, Анна Христофорова не стала победителем, но возвращается домой полная позитивных эмоций и нового опыта.